книга открытым оком тема христос есть бог и истинный человек вопрос 904 как связано по смыслу значения имен эмануил и иисус в господи отвечает и гнать тихон челапкин слово господь означает господин владетель и для нас он есть бог книга второзакония 4 глава 35 стих тебе дано увидеть это чтобы ты знал что только господь и бог твой есть бог и нет еще кроме его но в новом завете бог открывается еще с одним неведомым именем как отец и любовь очень наш 1 она 4 8 кто не любит тот не познал бога потому что бог есть любовь если эти два слова поставим вверху а все остальные имена и название господа поставим внизу то увидим что верхнее слово вбирает в себя все остальные 500 его имен евангелие от мотфея 1 глава 23 стих все дева во всеми приимет и родит сына и нарекут ему имя иммануил что значит с нами бог слово же иисус переводе с еврейского означает спаситель сын божий не мог стать спасителем и не мог бы нас искупить если бы не принял на себя наши плоти кровь дабы быть распитым за наши грехи послание евреям 2 глава 14 стих а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и дабы смертью лишить державы силы дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола и вот на этом стихе эти два имени его эти два его имени переплетаются он воплотился по любви и он есть не просто бог но воспринявший наш начаток то есть плоть ставший иммануилом богом живущим с нами ставший спасителем то есть иисусом книга варух 3 глава 38 стих после того он явился на земле и обращался между людьми ремнями сандалии стертые ноги ходили по пыльной широкой дороге по узкой затерянной в поле тропинки под вечер в пыли а под утро в росинках так мало покоя и отдыха знали ты знаешь кому они принадлежали кого эти ноги сверх силы посили по тропам земным днем и ночью носили по пыльным сухим каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного бога и ноги те были омыты слезами отертые прощенные жены волосами и снова в дороге в толпе или в лодке их многие знали уже по походке с их видом знаком был кто видел их близко кто к ним преподал кто склонялся к ним и низко и те кто свой грех к тем ногам приносили прощение и мир возле них получили когда высоко над землей висела к кресту пригвожденное чистое тело для тех кто любили для очень немногих на уровне глаз были эти вот ноги проназенные ноги спасителя ноги уже не в сандалиях уже не в дороге они расстояние свое исходили они назначение свое совершили и если ты грешник и ищешь прощения поди к тем ногам и получишь спасение и новую жизнь и второе рождение оттуда от них ты начнешь восхождение по лестнице святости ввысь к совершенству и к вечному в боге всевышнем блаженству к ногам иисуса о грешник приди и место найдешь у него на груди вера кушнир